Поднял, обнял и снова уронил. Пока на этой неделе американский президент расстраивался запрету въезда в Пензу, который на него наложил пензенский губернатор. И пока белорусские депутаты одобряли смертную казнь для чиновников, обвиняемых в госизмене, в России началась новая эра. Эра ЧВК Рёдан. Но обо всем по порядку. Это Вести без Киселева, совместный проект канала Фьермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Вот, казалось бы, наша страна часто и громко говорит о деноцификации, о том, что неплохо было бы проучить всех тех, кто против русских, кто их как-то притесняет или не дает им спокойно существовать. Но тогда скажите мне, почему в самой России плодятся люди, готовые ни за что начинать драки и калечить людей? За последние две недели в торговых центрах Москвы, Петербурга, Курска, Новосибирска, Ростова, Казани и многих других прошли массовые драки с участием представителей ЧВК Рёдан. Кто это такие и почему у подростков развязались руки, пока до конца не ясно. Ясно одно – новое течение – это следствие курса страны. Почему Вагнеру можно, а нам нельзя? Результат – 152 задержанных подростка, и это только в одном торговом центре Санкт-Петербурга. В воскресенье подобная драка состоялась и в Тольяттинском паркхаусе. При этом сами представители группировки утверждают, что пропагандируют мир и зачинщиками драки не являются, выкладывая в сеть видео, где потасовки и правда начинают ребята со стороны. Но, друзья, ведь должен быть и провокатор, а он почему-то в кадр так ни разу и не попал. Кстати, не могу показать вам эти кадры, боюсь, что за пропаганду жестокости нас вновь могут отправить в бан, поэтому посмотрите эти многочисленные видео сами. Главное тут, наверное, это цель, и, похоже, именно она и оказалась достигнутой. Группа Рюдан, которая, кстати, если верить аниме является отрядом элитных бойцов, начала набирать не только обороты, но и подписоту, причем абсолютно на всех интернет-площадках. На этой неделе уровень дестабилизации достиг таких пределов, что в ситуацию решили вмешаться и российские лидеры мнений. Вот, например, Мизулина считает, что драки провоцируют украинские спецслужбы, а глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции товарищ Пискарев мыслит чуть пошире и утверждает, что это дело рук всех недружественных стран. А Писков и вовсе решил не разбираться, кто прав, кто виноват, а просто пресечь все противоправные действия пауков и минусовать эту, как он выразился, псевдокультуру. Правда, как это сделать, Писков не пояснил. Ну, видимо, как это у нас обычно бывает, проверят всех и отменят черный цвет пауков и длинные волосы. Ведь именно этим и прославился ЧВК Рёдан. Что ж такое за ЧВК Рёдан? Что пресс-секретарь президента Российской Федерации вот этих страшных людей должен комментировать. Потом смотрю, государственные деятели, там, не знаю, там, Думы, Совет Федерации. Мы давно, блин, я думаю, что же это за ЧВК Рёдан? Что же это за бандиты такие? Драки в торговых центрах, замес. Я смотрю, кто же такой? Начинают смотреть, а что же у них там написано? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, аниме-пауки, на душе только боль. Это у меня серьёзно сейчас? Это вот это главный информационный повод? Вот это фигня полная? То есть вот сейчас вся страна будет заниматься укронацистской разводкой, которая взяла и жалких, слабых, мелких детишек, которые и так все в пессимизме, анимешники вот сейчас так полиции будем разгонять? И всё бы ничего, если бы не одно «но». Эта же субкультура отметилась и в стороне Украины, устроив массовые беспорядки в Киеве, Львове и Харькове. По данным издания Life, все прибывшие на сходки рёдановцы были вооружены кастетами, газовыми баллончиками и холодным оружием. Сценарий всё тот же – торговый центр, драка с задержанием. И вот теперь самое интересное. Украина во всех беспорядках обвинила Россию. Россия, как вы понимаете, Украина. И где правда уже непонятно. А по-моему, друзья, нашим детям просто нельзя давать возможность только отдыхать. Мыслимое ли дело целых четыре дня отмечать День защитника Отечества? Вот без домашней работы у детей таланты-то и пооткрывались. Ещё бы один день, и они не только взяли бы под контроль фудкорты торговых центров, но и двинулись бы с наступлением на туалеты и гардеробные. А там, в стеснённых условиях боя, однозначно бы потерпели поражение. Ну и в плену бы тогда оказалось уже не 250 человек, а гораздо больше. Да и ранения были бы посерьёзнее. Но на сегодняшний день пока всё обошлось. Все попавшие в плен боевики удачно получили по штрафнику, а главнёк целый домашний арест. На том и разошлись. Впрочем, позже выяснилось, что администрация президента запретила чиновникам какие-либо комментарии по этой теме вообще. Типа, не раздуваем, не привлекаем, пусть разбирается полиция. Ну пусть-пусть. Тем более, что у Москвы реально есть над чем подумать. На этой неделе произошла самая массовая атака беспилотников на российские города. Обращаюсь ко всем гражданам страны, ко всем работодателям, семьям. Нам вб***ь. Их заметили в Брянской области, где пострадала вышка связи, в Белгородской области, где дрон вызвал пожар супермаркета, а также в адыгейском посёлке Новый. В ночь на вторник два беспилотника ударили по нефтебазе в Туапсе. А уже утром того же дня из-за неопознанного объекта было закрыто небо над Петербургом. Правда, к вечеру его всё же открыли, но шуму наделали на несколько комментариев вперёд. Уже не будет уменьшения, то есть будет только увеличение. Каждый день будут работать эти беспилотники. Может быть, где-то до десятков в сутки, в зависимости от задачи, они уже могут работать. Зайти на глубину 800 километров, сбросить и вернуться обратно, он может. Или он может зайти в одну сторону на 1400, на 1500 километров, он просто потом обратно не вернётся. Особенно после сказанного вздрогнула Москва, ведь ещё один беспилотник не долетел до цели всего каких-то 100 метров, рухнув в Подмосковье около Коломны. И вот тут совсем кстати стало выступление российского президента на коллегии ФСБ, где вся-то его речь свелась к двум тезисам – контроль российско-украинской границы и борьба со всей мразью. Под последними, я полагаю, имеется в виду все СМИ, которые ещё не закрыты, но уже ограничены в правах называть вещи своими именами. И вот итог. Опять призывы, опять поручения, опять наборы букв и никакой конкретики. А знаете почему? А потому что никто ни за что не отвечает. И ничто в России так не объединяет людей, как пофигизм и бездействие. Особенно тех, что начинаются на заглавную и жирную букву «Г». Ну это главы всяких ведомств и регионов. Я, знаете, на этой неделе случайно наткнулась на статью «Танк для Путина». И сначала была даже удивлена, что для президента России, оказывается, собирали целый танк. Работа над ним началась ещё в 2019-м. Спустя два года что-то похожее на бастион для президента презентовали в День танкиста. Но пока так и не были опробованы в действии. Но оно и понятно, зачем испытывать неудобства, когда их можно заменить комфортом бронепоезда. Хотя, если верить материалам издания, танк был оснащён и санузлом, и мини-кухней, и даже пространством для личной охраны. Вот в таком реально и можем повторить и вперёд на Берлин. Ничего не страшно. Да, кстати, в этой же статье утверждается, что наш Уралвагонзавод должен был к 2018-2019 году поставить на гусеницы сотню армад. Но что-то пошло не так, и свет танки так и не увидели. То санкции, то капремонтехники, то ещё какая-нибудь беда. А где деньги, Зин? А деньги вместе с мужиками ушли на спецоперацию. На этой неделе Форбс украинского содержания попробовал посчитать затраты России на освобождение тех, кого не бросают. По мнению автора, эта цифра достигла третьей бюджета всей страны и составила 115 миллиардов долларов. Сюда вошло обеспечение войска, причём не самого высокого качества. Это, по мнению моей соседки, которая каждый день вяжет и относит на пункт сбора помощи по несколько пар шерстяных носков. Это зарплата военных, а также компенсации погибшим и раненым. Конечно, это неофициальная информация, и, как сказала бы наша пропаганда, это ложь, пи***ши, провокация. Но главное-то ведь здесь не сумма, а сам факт. Мы огромные деньги тратим на то, на что можно было бы поднять Россию, улучшить демографию и сделать из детей реальных патриотов. Потому что они бы понимали, что страна их не просто родила, но и вырастила. А пока наши патриоты – это товарищ Газманов, который усердно заклеивает изолентой марку Прада на своей куртке. И во всех СМИ жалуются, что в Европе заморозили его недвижимость. Ну, меня фактически отняли две квартиры. В Латвии и в Италии. Я когда, кстати, вот говорю в таких интервью, сразу целая куча опять бандерлогов набегает. Она получила там и так далее. То есть это моя частная собственность. Я ее купил. И слово заморожено, то есть мне теперь, я не имею права, как и в Латвии, кстати, продать эту квартиру и сдать в аренду. И не имею права вообще пользоваться этой квартирой. То есть что это, не иначе как это, просто отняли и цинично еще заставляют меня платить коммуналку. А если они будут платить, то тогда... То есть вы еще платите налоги за эти квартиры? Ну, тут уж Олег Батькович, вам никто не поможет. Нынче во всем мире так. Уехал из России, предатель родины. Не уехал, заработал на новую квартиру в Италии. И судя по вашей активности, вы зарабатываете сразу на две. И я даже знаю почему. Потому что когда все это закончится, вы окажетесь в Италии. И постарайтесь избежать всего того, с чем столкнется Россия. А она столкнется. И поверьте, милитари косплей будет в этом во всем самым безобидным. Потому что цветочки спецоперации уже начали расцветать. На этой неделе в Краснодаре мужик, вернувшийся со спецоперации, решил прибухнуть и под шофе похвастаться украинскими трофеями. Выпил, закусил, достал гранату, подорвался. Но фениталя комедия не удалась. Мужик был ранен, но от госпитализации отказался. Позже в его квартире нашли второе такое же устройство. Впрочем, пояснить зачем доброволец вывез его из зоны боевых действий он не смог. Ну вообще все просто. Если бы я, например, была адвокатом спецоперациониста, то я бы аккуратно его так толкнула пальцем его ребра и посоветовала бы сказать, что вообще-то это брелки для ключей. Кольцо есть, а ключи собирался приложить позже. Ну и вот когда начал, понял, что брелок оказался бракованным. Но шутки шутками, а ведь это нифига не смешно. Сегодня он подорвался сам, а завтра такую же гранату закинет в окно соседу. И если раньше, чтобы нагадить недругу, достаточно было стукнуть на него в полицию, типа у него вайфай название про Украину носит, то в свете спецоперации можно вывести оттуда кучу военного барахла и рассовать его по всем недоброжелателям. И я, кстати, про барахло абсолютно не случайно, потому что трудно представить, что было бы, если бы граната разнесла квартиру. А ведь там, на секундочку, были дети. Но, видимо, надо поблагодарить Министерство обороны за гранаты, которые приводят исключительно к порезам. С такими на поле боя мы далеко не уйдем. Я вам скажу, что у нас кошки в несколько раз бывают опасней. Кстати, проверила на собственной ноге. Шрамы остались на всю жизнь. Так что не заигрывайте с кошками и с бывшими спецоперационистами. И те, и другие могут быть абсолютно непредсказуемыми. Ну и на этой остерегающей, оберегающей ноте я хочу закончить свой неожиданно будничный выпуск новостей. Но я обещаю, что мы увидимся обязательно вновь на том же месте, но, возможно, не в тот же час. До встречи. Всех люблю. Пока-пока.